Детский сад Я хочу официально заявить о том, что все сотрудники детского сада работают в детском саду только на основании медицинского заключения, выданного медицинскими учреждениями, учреждениями здравоохранения. То же самое было и с заболевшей сотрудницей. Она ушла в отпуск, она была здорова, она была обследована и заболела она только в отпуске. В отпуск сотрудница ушла в конце сентября, поэтому прямых контактов с родителями, детьми и персоналом у нее не было. Женщина была госпитализирована в больницу с вирусной пневмонией в конце октября, после чего у нее на фоне заболевания развился туберкулез закрытой формы. К сожалению, спасти пациентку не удалось. На сегодняшний день обследование сотрудников дополнительное проведено. Проведено профилактическое обследование детей. И я с уверенностью могу сказать, и дети, и сотрудники нашего детского сада все здоровы. Родители детей, которые посещают детский сад номер 221, просят прекратить панику. Все мероприятия, которые должны были провести в рамках садика, то есть это дезинфекция, все это было проведено, было проведено это в праздничные дни. Об этом нам сообщила заведующая. Только после этого было проведено собрание, где нам все это разъяснили, все это объяснили, что случилось. На сегодняшний день детский сад работает в привычном режиме. Помещение и документацию осмотрели эпидемиологи и назначили план профилактических мероприятий. Свой комментарий нашей съемочной группе дал и министр здравоохранения Сергей Панченко. Ситуация находится под его ежедневным контролем. В настоящее время на субботу были вопросы в отношении обследования помещений на наличие туберкулезных микобактерий. Мы приняли решение, что дополнительно еще это обследование проведем, смывы бактериологические исследования со всех помещений. Это целесообразно сделать, поэтому никаких, собственно, тут споров-то и не было. Все необходимые анализы будут проведены за счет средств бюджета. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ.